Привет, друзья! Это канал Кинг Драйв и очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. Если вам интересен наш канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие выпуски. В Астон Мартин всерьез взялись за расширение модельного ряда и более тесное сотрудничество с Мерседес. После прихода к власти бывшего главы АМГ подразделения Тобиаса Моэрса, в развитии британского бренда наблюдается положительная динамика. С мертвой точки сдвинулись такие проекты, как Валькирия и Вальхала, не без поддержки Мерседес. А сейчас новый главнокомандующий, на примере того же Мерседес, планирует активно расширять модельный ряд. И коснется это в первую очередь кроссовера DBX, на который возложена большая надежда. Именно эта модель должна вытянуть бренд из затяжного кризиса. Так что в скором времени кроссовер ждет крупное пополнение, и это будет настоящая вишенка на торте. Речь идет о заряженной версии DBX-S. Именно она возглавит новое семейство и сможет составить серьезную конкуренцию другим кроссоверам в этом сегменте. В данный момент новинка активно тестируется на северной петле и готова показать все, на что она способна. И скажу я вам, ей есть что показать. Если верить изданию Мотор 1, под капотом такой версии окажется знакомый мотор от Мерседес. Это 4-литровый V8, отдачу которого поднимут до впечатляющего показателя в 700 лошадиных сил. Вот он результат сотрудничества Астон Мартин с Мерседес. Если вы думаете, что такой уровень мощности маловероятен, вы будете не совсем правы. Все дело в том, что заряженному DBX предстоит конкуренция с Ламборгини Урус и Бентли Бентай Газпид. А на подходе еще и Феррари Пуросангио и таинственный проект от BMW под кодовым именем XM. И у всех этих ребят мощность будет в районе 700 сил. Так что если британцы хотят играть в этой лиге, им придется считаться с требованиями этого сегмента SuperSUV, иначе они останутся за бортом. Другими словами, нас ждет славная заварушка, и кто-то из нее выйдет победителем, а кто-то останется ни с чем. Итальянский производитель суперкара в Мазантии представил крупное обновление для своего суперкара Evanto. Отныне автомобиль доступен версии Pura и предлагает больше свирепой мощности и при этом подтянутый силуэт. Новинка на 90 кг легче своего предшественника при весе в 1290 кг. И это положительно сказывается на динамических свойствах спорткара, который обеспечивает 6,2-литровый V8 от Corvette. Этот мотор пришел на смену более старому 7-литровому атмосферному V8 и предлагает внушительный табун в 761 силу и 910 ньютон-метров момента. Весь этот дикий потенциал обрушивается на задние колеса через 7-ступенчатый автомат и ускоряет итальянскую двухдверку до первой сотни всего за 2,9 секунды. Если сжать педаль газа и дальше, можно достичь максимальной скорости в 360 км в час, а это уже другой уровень ощущений. В Mazanty не изменяют своим принципам и шасси автомобиля построено из высокопрочной стали с применением молибдена и хрома, а подвеска состоит из стоек Макферсон. Они применяются как спереди, так и сзади. Кстати, колеса здесь разноразмерные, спереди 19-е, а сзади 20-е, а за ними прячется карбон-керамическая тормозная система. Так что с этим у суперкара все хорошо. А вот с чем у Mazanty всегда были проблемы, так это с ценой. Все дело в том, что само предприятие не очень большое и в год выпускает около 5 машин. Так что практически вся продукция производителя считается эксклюзивной, а значит и цена на нее само собой эксклюзивная. Стоимость новой Эванта начинается с отметки в 800 тысяч долларов и может превышать 1 миллион долларов с учетом дополнительных опций, в коих здесь огромный перечень. Феррари не будет заниматься производством автономного транспорта. Об этом сообщил в недавнем интервью председатель Stellantis Джон Элкон. Он также добавил, что это убьет сам бренд и его суть, ведь автомобили этого производителя в первую очередь ценятся за ощущение, которое получаешь, садясь за руль. И именно особое поведение на дороге, характерное для этих автомобилей, очень ценится в узких кругах почитателей бренда. Да и интересная и насыщенная история славной компании добавляет в стоимости. И взять в один момент и отказаться от всего этого наследия в угоду трендам и технологиям – это явно не путь Феррари. Так что мистер Элкон подчеркнул, что компания не собирается идти на поводу у остального мира. И здесь хочется упрекнуть главу в лукавстве, ведь Феррари уже начинает это делать – идти на поводу и прислушиваться к настроям рынка. Доказательство тому – желание компании выпустить кроссовер. Нет, ну вы только подумайте, Феррари выпустит кроссовер, и староверы скажут, куда это годится. А для золотой молодежи – это шанс приобщиться к истории бренда и познать, что же такое Феррари. В свою очередь, производитель сможет привлечь молодых клиентов и расширить аудиторию, а также откусить часть рынка у конкурентов, ведь SUV сейчас на пике своей популярности. Так что на месте мистера Элкона я не был бы столь радикально настроен, ведь рынок – штука интересная, и все может сложиться далеко не в пользу Феррари и ее философии. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать свежие ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok